Локальные впадины Локальные впадины, оказывается, тоже подчиняются строгой закономерности. Ключ к их расшифровке лежит в следующем. Если есть локальная впадина, вас что-то задевает. Какой аспект личности задет? На уровне какой чакры находится эта локальная впадина. Далее, она может находиться спереди и сзади, и сбоку. Если она спереди, то вы переживаете это состояние в настоящее. Если сзади, это привет из прошлого. А если и сбоку? Это хроническое течение. То есть, оглядываясь назад, там уже не вижу, не помню, когда это началось, и конца края этому не видно. Ну, хроническое течение. Есть локальная впадина в районе головы, которая выражается вот следующим образом. У меня эта картинка называется Face of Table. Когда я книгу писал, мне люди встречались вот конкретно вот с такой конфигурацией. Но потом, когда книга уже написана, спустя какое-то время мне стали попадаться люди, у которых вот не так, а вот так. Я не стал эту книгу переписывать, дополнять этот вопрос, потому что все, что там написано, целиком объясняет вот это состояние. Это тоже боязнь ударить вес лицом. Понимаете? Тоже самая программа. Но если там человек вообще боится ударить вес лицом, то здесь перед ограниченным каким-то контингентом хватает хотя бы одного человека. Ну, мнение остальных для него не очень важно, а вот мнение о нем, каких-то конкретных групп людей или хотя бы одного человека имеет очень большое значение. Тогда получается, что вот такая картина. Если на эту картину поля посмотреть сверху, то это выглядит вот так. Понимаете? Если здесь впукло, то тут выпукло. А если здесь впукло, то выпукло здесь. Соответственно, глаза попадают в разные условия. И вот тогда тут, где избыток, здесь может гавокома развиваться. Она обеспечивает развитие этого заболевания. А здесь катаракта. Понятно, да? Как избавиться от этой конфигурации поля? Ну, вы уже помните, мы вчера это делали, да? Что надо сделать? Затреть глаза, представить перед собой строй людей и те, которые из него вышли. Это когда вот так. Их поставить на место, чтобы они стали в одну шеренгу. Мысленно. И все это тут же становится на место. Если стоит целая шеренга, которая соответствует вот этой конфигурации, то надо посмотреть, а оказывается, они вот за эту черту заступили. Их надо туда на место поставить, чтобы вот это вот отодвинуть, как бы, на нужное расстояние. И тогда это все моментально проходит. При этом есть ощущение тепла в лице. Уходит, что? Гайморит. Уходит синусит. Обращается дыхание. И устраняется компонент, который в совокупности с другими вещами порождает аллергическую реакцию. То есть вам знакома эта программа. Боясь ударить весь лицом, да? Да. Да. Ну давайте посмотрим. Да, вот у вас, видите. Конкретно. Я тоже такая. Ну становись рядом. Дождался. Так, в бой пошли вот одни старики, рядни мужики пошли. У нас нехватки нет, да, в этих бойцах? Хорошо. Ну давайте начнем отсюда тогда, с этого фланга. Фея сам аптейбл, да? Есть такое дело. Хорошо. Тоже, да? Они себя хорошо чувствуют. Но когда им правильно поставлен вопрос, тогда на него и отвечать не видит ответ. Правильно? Она у нас была стеснительная, да еще боится ударить злясь лицом. А это где-то в какой-то степени вещи между собой как-то синергичные. Правильно? Поэтому вполне возможно, что одна программа порождает другую. Так. Ну у нас что? И у вас то же самое. Так. Посмотрим, что у него. О! Такой большой, такой сильный. И тоже боится ударить в злясь лицом. Ну вот не боишься. Ну что ж сюда вышло? Почувствовал, значит, что есть такая тема. Ну здесь не в смысле страха. Вы же понимаете? Это не в смысле страха. Ну, пригласила гостей хозяйка, да? Ну и боится, что угощение не понравится. Это что, разве страх? Это как раз боязнь. Да, боязнь ударит в злясь лицом. Кому-то что-то там не понравилось. Ну, с вас мы уже проверили. Видите, тут самодиагностика стопроцентная. Они сами себя продиагностировали. Что с этим делать? Причем у них у всех, видите, вот так. Вот этого нет. Поэтому вот, когда вы смотрите, у вас это тоже влияет на зрение. И у вас вот перед глазами так немножко туман такой. Есть, да? Да. Вот вы как-то его сейчас зафиксируете. Так, ну что, закрываем глаза все. Видим стоящих перед вами шеренгу людей лицом к вам. И вот смотрите, они стоят все в ряд, но они залезли за эту белую черту. Дайте им команду, кругом марш и встать, чтобы перед носками их сапог была видна вот эта белая черта, вдоль которой они на этом плацу стоят. Открывайте глаза. Глаза открываются. Все уже произошло. Видите, поле уже есть, да? А что вы сейчас чувствуете, что здесь происходит? Теплее стало. Лицо стало теплее. А перед глазами этот так туман как-то немножко рассеялся? Туман не заметил. Туман не заметил. Ну, тепло пошло, да? А теперь дышать легче стало? Легче. Легче, да? Дыхание облегченное, правильно. Ну, это тоже компоненты чего? Синуситы, габарита и прочих проблем, связанные с дыханием. Есть ощущения. У меня катаракта, и, в принципе, я не видела тумана, но... Сейчас вы что чувствуете? Вот тепло пошло по лицу? Глазам стало более уютно вот на своем месте? Да, вот здесь чувствую, здесь тепло идет. Тепло идет по лицу. Ну, правильно. Так вот, почему у нее катаракта? Она с этим давно ходит, а глаза у нее находятся в недостатке. Недостаток вызывает катаракту. Понятно, природа это катаракта? Вот, тоже все получилось. Ну, а что вы почувствовали? Я почувствовала, что тепло так вот началось вот здесь, а потом расходится. Расходится, ну, понятно. Сначала по лицу, потом дальше. А что касается зрения, что... Есть какое-то обострение зрения немножко? Ярче стало. Ярче. Ярче стало, да? Цвета стали более яркие, да? Хорошо. Ну, а вы что нам скажете? Яркость и тепло. Да. Ощущение, что стало ярко в комнате, освещение как будто добавилось, да? Зрение обострилось. Вот туда на табличку посмотрите. Это нужно на место. Ну, на место сядете, посмотрите, скажете. Так, ну, а что здесь? Вот тоже все получилось. Какие-то ощущения были? Спадел, лоб. Лоб спадел. Да. Цель достигнута, говорит товарищ... Да, по ямочеслав, что это не так. Да, говорит. Товарищ генерал, говорит... Как, говорит, учения прошли? Цель достигнута, солдат вспотел. Цель из-за нее. Есть, да? Ну, вот вы отмечали, что у вас проблема с эмалью, да? Зубок или нет? Это не вы говорили. Не с эмалью. А с чем? А с чем? Совсем. С зубами. Совсем с зубами. Ну, наверное, вот эта вот беда могла как-то повлиять на... Вообще на всю эту зону, и на зубы в том числе. Могла, конечно, правда? Ну, давайте понаблюдаем за этим вашим состоянием. Понаблюдайте. И я думаю, что должен быть результат. Ну, по крайней мере, уже, так сказать, давление. То есть уже другое ощущение, правильно? Ну, да. Вот давлю вот, я знаю, неприятно было. Сейчас полегче. Да, уже легче. Ну, так чувствую, что он там больной. Ну, по крайней мере, не было. Ну, то есть, так скажем, облегчение есть уже сейчас. Прошли-то секунды, правильно? Да минуты не прошло еще. Так, ну, что у нас здесь? Ну, тоже все получилось. А вы с нами еще поделитесь. Классно, показывание приятное вокруг глаз так спускается ниже, ниже к челюсти. И тоже светлее перед глазами, да? Вот видите, это тоже один из элементов, который нарушает зрение человека. Мы по зрению еще завтра подробно поговорим. Все, что там... Ну, вот этот компонент тоже присутствует. Так, ну, у вас как? У меня что-то затылок немножко-то сжало. Сжало? Нормально, а так вот чувствую все. Ну, а тут что почувствовали тут? Ну, как-то получше стало посветление, да. Ну, подождите, у вас сейчас изменилось кровообращение. Сосуды, которые сзади, надо, чтобы они пришли в порядок там. Ну, такая распирающая нагрузка в сосудах. Она сейчас пройдет. Так, ну, вы нам что скажете? Все у нас получилось тоже. Ну, у меня резкость... Улучшилось так, навелась резкость. Говори, говорите сразу, зрение улучшилось. Правильно? Зрение улучшилось. Конкретно. Вот сейчас сядете туда на место, вы же там... Я посмотрела. Вы же какая-то таблица уже пристреливались. Ну, и нас обрадуете там, что там у вами произошло. Почему? Я вчера же делала тоже вот эти... Вот вы же давали это упражнение. Я же делала. Это так, первое. Это не упражнение. Почему? Вот сейчас получилось, а значит, у меня ничего не получилось, когда я сама делала. Ну, вчера вы могли это проделать на уровне ума. А я вам сегодня рассказал внимательно, что любая программа должна приниматься не только на ментальном плане, а на астральном. Потому что если на уровне ума она это приняла, вроде как раз, поле появилось. А астральное-то тело осталось вот такое. А сейчас вы это более глубоко приняли. Это уже не первый раз. Не первый раз, да. Ну, короче, да. Достигается упражнением. Но это не упражнение. То, что мы делаем, это не упражнение. А это технология, как снять неправильную программу. Все, спасибо, молодцы. Я опять не ожидал, что у нас тут так здорово все получится с вами. Здравствуйте. Меня зовут Сан Саныч. Я москвич. И хочу обратить ваше внимание, что на протяжении без малого 60 лет я ношу очки. Очки, мое зрение, минус-3. И, ну, я считаю себя удачливым человеком, что я попал в первую очередь на мастер-класс, а во вторую очередь на тренинг Руденко Виктора Васильевича. Значит, на протяжении многих лет я пытался восстановить свое зрение. Вот. В итоге ничего у меня не получалось. Но здесь буквально за один сеанс, после того, как Виктор Васильевич научил меня, помог мне убрать впадину, локальную впадину в области глаз, то я снял очки. Вот они у меня лежат в кармане. И я сейчас, если я до этого видел только тристочки издалека, и то выучив их наизусть, то теперь я могу читать без очков. Ну, буквально вот эту вот строчку я вижу, ну, я бы не сказал идеально, но я ее вижу. И я согла... Я очень благодарен тому, что есть такой человек, благодаря которому не только я, а многие люди могут восстановить свое не только зрение, но и здоровье. Но я получил то, что я хотел здесь. Спасибо вам, Виктор Васильевич. Благодарю всех за внимание, здоровья всем, удачи, счастья, благополучия, любви, процветания. Спасибо.